МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С основными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Аварийная посадка. Чебоксарские огнеборцы прибыли по тревоге в Чебоксарский аэропорт. Мы всегда рядом. И все эти услуги становятся все ближе и ближе к клиенту. Подписано долгосрочное соглашение между правительством Республики и одним из ведущих банков России. Литературу на Чувашии в национальной библиотеке назвали самую читаемую книгу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 19 веке реформы императора Александра Второго положили начало становлению местного самоуправления в дореволюционной России. Но в 2012 указом президента страны Владимира Путина в календаре праздников появилась новая дата – день местного самоуправления. Отмечают его 21 апреля. Сегодня в Театре оперы и балета прошло торжественное собрание, приуроченное к этой дате. Местные проблемы должны решаться на местном уровне. Пожалуй, это выражение в современной России можно сделать девизом региональной политики. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации приняли в 2003 году. Среди шести регионов Приволжского федерального округа наша республика первая начала реализовывать его в полном объеме. Сейчас в Чувашии 317 муниципальных образований и более 4000 местных депутатов. Мы говорили и констатируем, наша главная цель – это повышение качества жизни, улучшение самочувствия наших граждан. Органы местного самоуправления несут основное бремя ответственности за социальное самочувствие и за развитие своих территорий, потому что ближе всех органов власти находятся к нашим гражданам. Населенных пунктов много и проблем, в том числе схожих, тоже хватает. К примеру, недостаток врачей в населенных пунктах – сложность с оформлением земельных участков. Однако положительных результатов все же больше, отмечают специалисты. Так Леонид Черкесов стал самым открытым главой муниципального образования среди городских округов. О городе Чебоксары в 2012 году присудили второе место в конкурсе «Самое благоустроенное поселение России». Достижения есть не только в столице. Самое главное достижение – благородное дело. В нашей работе – это, я считаю, обеспечение детей-сирот жильем. В прошлом году трое детей-сирот у нас получили квартиры. Кроме этого, еще четыре семьи за последние два года мы помогли тоже с обустройством. К органам местного самоуправления население обращается самыми насущными проблемами. Если их получается решать, значит, система работает. Но ей предстоит еще развиваться и совершенствоваться дальше. Ольга Пыричкина, Леся Русакова, Сергей Рябчиков, Республика. С 1 июня этого года вступает в силу вторая часть антитабачного закона. Курение в барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах будет запрещено. Также летом прекратится открытая выкладка сигарет в магазинах и торговля табачной продукцией в киосках. Сегодня в Республике прошел межрегиональный семинар по практике реализации положений антитабачного закона. За круглым столом собрались представители власти, организации здравоохранения Мариэл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Кировской и Ульяновской областей. Врачи и общественники едины в своем мнении. Курение в любом виде надо устранить. Работать в этом направлении необходимо как с детьми, так и со взрослыми. По оценкам экспертов, в России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 300 до 500 тысяч человек. При этом с употреблением табака связано от 10 до 17% потерянных лет жизни. Всего в стране курит около 40% населения. Фонд Чувашии в Республике ведет активную борьбу с курением и является инициатором многих проектов по устранению этого явления. Хочешь добиться результатов – начни с себя, говорят специалисты. Особенно это касается взрослого населения, задача которого – личным примером показать подрастающему поколению, что жизнь без сигарет лучше, качественнее и дольше. Если говорить только о запрете курения, об ограничении курения табака в общественных местах, в лечебных учреждениях, в образовательных учреждениях. И мы видим, что эти меры уже дают положительные результаты. И, конечно, мы говорим не только о полном отказе от курения, но мы и говорим о пропаганде здорового образа жизни, о физкультуре, о спорте. Изучением общественного мнения занимаются не только профессиональные агентства. Самый популярный форум «Чувашия» пестрит опросами. Итоги голосования и комментарии активных пользователей в нашем пятничном обзоре. Дано. Семья, два взрослых и один ребенок. Зарплата взрослых по 12 тысяч рублей в месяц. Итого 24 тысячи. Значит, доход на одного члена семьи – 8 тысяч рублей. Можно ли эту семью отнести к среднему классу? Согласно результатам опроса, большинство считает ее, если не нищей, то бедной точно. Не понимаю, откуда вообще средний класс могло возникнуть определение при таком раскладе. Если есть квартира и нет кредитов, то это еще ладно. В противном случае – последний вариант опроса. Нам в Чебоксарах при стабильном доходе в 25 тысяч на семью из четырех человек на все хватает. Даже на море летом можем ездить. Если в семье есть курящие, это тоже ударяет по карману. Для тех, кто хочет бросить курить, предлагают новую услугу – биомагниты. Но форумчане считают, что это вряд ли поможет. Хочу попробовать. Но боюсь, что как и электронные сигареты – такая же ерунда. Всегда настораживают объявления о чудо-средствах, используя которые, не прилагая силы, получая желаемый результат. Я вот в один прекрасный момент взял и бросил. Без всяких пластырей, магнитов и таблеток. Стаж 17 лет был. Силу воли надо иметь. Не за горами длинные майские праздники. С 1 по 4 и с 9 по 11 мая. Чем заняться в столь долгие дни отдыха? Этому был посвящен очередной опрос на форуме. 35% признали, что начнут в эти дни дачно-огородный сезон. Около 30% выберутся отдохнуть на свежий воздух. Меньшая часть опрошенных отправится в другой город или страну. Нашлись и те, кто останется дома или будет работать. Национальное телевидение тоже часть праздников проведет на работе, чтобы наши телезрители всегда были в курсе событий. Сегодня глава Чувашии встретился с региональным активом Коммунистической партии России. О чем шла речь на встрече в следующем сюжете. За два года успели соскучиться. Такими словами поприветствовал депутат Госдумы, член фракции КПРФ Валентин Журчанов Михаила Игнатьева. Столько времени прошло с такой массовой встречи главы республики с региональным активом партии КПРФ. Михаил Васильевич в свою очередь отметил, он человек публичный, к диалогу всегда готов. Вопросов у собравшихся судей по всему накопилось столько, что задавать их начали, не дотерпев, до окончания приветственных слов. В первую очередь прозвучал вопрос о резервной армии труда и, иными словами, безработице. На 1 апреля 2014 года в количественном отношении где-то 7300 человек. Это официальные, которые обратились и стоят в очереди в службе занятости и получают соответствующие социальные выплаты. Это первое. Второе, если взять процентном отношении, соответственно, это ниже, чем 1%. В-третьих, могу сказать, безработица примерно на уровне 1% она постоянно будет. Мы не можем сказать, что у нас вообще через 2 года, через 3 года безработных вообще не будет. Это будет просто самообмана. Несколько следующих вопросов тоже некоторым образом касались трудоустройства. В администрации, посмотрите, ни одного коммуниста нет. Ну, не берут. Только вот, единая Россия должна быть. Я могу ответственно вам сказать, все вакансии на сегодняшний день восполняются через конкурсы. Когда людей назначают не с резерва и не через конкурс, это нарушение действующего законодательства. Озвучивали собравшиеся вопросы, с которыми часто обращаются жители. Отключение тепла в АЛЛАТРе из-за задолженности за газ, проблемы в реализации программы «Чистая вода». На завершении встречи Михаил Игнатьев отметил, конструктивная критика всегда полезна. Она помогает в работе, в оперативном решении многих вопросов. 19 апреля в Чувашии начинается второй этап заявочной кампании по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря через единую автоматизированную систему во всех муниципальных образованиях. Сделано это для того, чтобы снизить нагрузку системы, обрабатывающей заявки. 14 800 путевок будет выделено в республике по льготной цене. Из них 2680 для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в Чувашии в этом году на проведение летней оздоровительной кампании из разных источников финансирования выделено более 578 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели поступило 500 миллионов. С 19 апреля по 31 мая ежедневно, кроме воскресенья, заявления на все смены работы летних лагерей будут приниматься в школах и организациях соцобслуживания. Сегодня все экстренные службы были стянуты в Чебоксарский аэропорт. Те, кто проживает в этом районе, подумали, что произошло ЧП. К счастью, тревога оказалась учебной. Именно здесь сегодня прошла масштабная операция по ликвидации условного пожара. В эпицентре событий оказалась и наша съемочная группа. 13 часов и 5 минут самолет Як-40 совершает аварийную посадку в Чебоксарском аэропорту. Ситуация чрезвычайная. Объявляется мобилизация всех пожарных расчетов, которые находятся поблизости. И хотя ликвидировали на учениях огнеборца лишь условное возгорание, их сценарий максимально приблизили к реальности. Первыми на место условного ЧП уже через считанные секунды прибывают пожарные расчеты Чебоксарского аэропорта. По задумке самолет полностью охвачен огнем. Хотя в реальности воздушное судно, конечно же, никто не поджигал. Воды на учениях не жалели. Ее подавали мощным напором при помощи специальных стволов. Чтобы локализовать возгорание, брандмейстерам пришлось буквально оцепить самолет. В реальности подобным пожарам всегда присваивают самый высокий ранг. На учениях огнеборцам усложняют задачу. Из штаба поступает новая водная. Пассажиры не успели выбраться наружу. Необходима срочная эвакуация. В салон самолета пробивается газодымозащитное звено. Вот такая картина открывается перед спасателями. Салон полностью заволокло дымом. Дорога каждая секунда, но по задумке люди уже не могут передвигаться сами. Пострадавших эвакуируют на носилках и в противогазах. Добровольцы на учениях сыграли свою роль достойно. Пожарным удалось уложиться в норматив. Из салона эвакуированы четверо человек. Возгорание локализуют полностью при помощи пены. Учением поставлена эффектная точка. В 13 часов и 29 минут учения завершены на ликвидацию условного возгорания и спасение пострадавших. Огнеборцам понадобилось чуть больше 20 минут. Традиционный после подобных учений разбор полетов. Огнеборцы с поставленными задачами справились. Тренировки для пожарных в аэропорту устраивают не в первый раз. Правда пока изученная тактика в реальности не пригодилась. Серьезных ЧП в Чебоксарской авиагаване еще не случалось. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между кабинетом министров и одним из ведущих банков России. Этот документ определяет дальнейшее направление совместной работы в финансово-кредитной сфере. Особую благодарность глава республики выразил председателю Волговятского банка Сбербанка за предоставленный кредит на продолжение строительства Ледового дворца. В республике необходимо развивать такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей, отметил Михаил Игнатьев. А Сергей Мальцев, в свою очередь, подчеркнул, что Учуваши – один из лучших сбалансированных бюджетов в стране. Совместные крупные проекты Сбербанка и правительства республики – это индустриальные и промышленные парки строительства жилья. Мы благоприятную среду должны создавать прежде всего для клиентов любого банка, получать их услуги, которые тоже совершенствуются, и все эти услуги становятся все ближе и ближе к клиенту. Какая книга стала самочитаемой? Сегодня в Национальной библиотеке подвели итоги республиканского конкурса «Литературная Чувашия – самая читаемая книга». В конкурсе приняли участие 184 книги на чувашском и русском языках, изданных в 2012 году. Для определения популярных авторов было собрано 46,5 тысяч голосов. Именно столько раз читатели отдавали предпочтение той или иной книге. Самое читаемое произведение на чувашском языке написала Олька Эльмень, а на русском больше всех заказывали в библиотеках книги Хведра Уяра. Самая читаемая детская книга на чувашском языке – «Детская вселенная» Юрия Семендера. Дети очень любят птиц. И я, когда писал эти стихи на чувашском языке, конечно, старался поближе, чтобы душа была в этих стихах, моя душа, душа автора. Больше всего читают в Комсомольском районе. Район получил звание «Книжная столица». А больше всех республики читает, в числе многих, Ирина Федорова, ученица 10-го класса Юськосинской средней школы Маркаушского района. Я посещаю библиотеку месяц 3-4 раза. И сейчас, в данный момент, мной прочитано более 200 книг. Такой конкурс «Национальная библиотека» проводит уже в 12-й раз. Появляются новые авторы и новые книги. И сразу становятся популярными. Книга – это результат труда очень многих людей. И людей профессионалов. Это авторы, это художники, переводчики, редакторы. Огромная команда профессионалов работает над тем, чтобы создать книгу. С каждым годом становится не только больше книг, которые участвуют в конкурсе. Организаторы отмечают, что расширяется и география. А еще, кроме библиотек, самые читающие произведения стали называть и в детских садах. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики объявило конкурс на разработку логотипа туристского бренда «Чуваше сердце Волги». Понятие «туристский бренд Чуваше сердце Волги» – это совокупность туристско-привлекательных и отличительных особенностей территории Чувашской Республики, в том числе природных, исторических, социально-культурных объектов, национальных традиций, событий и прочих особенностей, которые создают положительное восприятие республики не только со стороны жителей региона, но и потенциальных посетителей, туристов и инвесторов. Такое определение дано на сайте ведомства. Принять участие в конкурсе можно до 28 апреля 2014 года. Итоги будут подведены 30 апреля. Для участия необходимо ознакомиться с положением о конкурсе на сайте Минкультуры Чувашии. 7 и 8 мая 2016 года в Чебоксарах пройдет Кубок мира по спортивной ходьбе. Дату крупнейшего старта ходоков определили на заседании Совета Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. В течение двух дней на набережной Чебоксарского залива, уже принимавшей эти соревнования в 2008 году, будет разыграно 5 комплектов наград на 10 километров у юниоров и юниорок, 20 километров у мужчин и женщин, 50 у мужчин. Напомним, в ноябре прошлого года столица Чувашия завоевала право проведения двух подряд Кубков мира по спортивной ходьбе 2016 и 2018 годов. Кроме того, в 2015 году Чебоксары принимают командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе Олимпийский 20-21 июня. С 19 на 20 апреля общественный транспорт в Чебоксарах будет ходить до часу ночи. Сделано это для удобства горожан, которые примут участие в пасхальных церковных службах. Допоздна по городу будут курсировать 90 троллейбусов. Это первый, четвертый и восемнадцатый маршруты. Кроме того, администрация будет рекомендовать продлить работу и владельцам маршруток. Те же, кто в пасхальную ночь останется дома, смогут посмотреть на национальном телевидении прямую трансляцию богослужений из Покровска-Татьянинского собора Чебоксар. Праздничную службу проведет митрополит Чебоксарский и Чуварский Варнава. Начало в 23.00. Сразу после программы «Республика» смотрите новый выпуск программы «Бухты-барахты». Вы узнаете, как создать свой мультфильм, увидите чудо-зверька Дегу и научитесь извлекать электричество из фруктов. Не пропустите «Бухты-барахты» сегодня в 20 часов. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин